Заметки Электрика Для более наглядного понимания материала необходимо рассмотреть конкретные варианты, начиная с самых простых и стандартных и заканчивая частными случаями. Предположим, что у нас в квартире установлен в одной автоматический выключатель с номинальным током 40 А. И мы хотим защитить всех потребителей квартиры одним общим УЗО. Оно же будет считаться и называться вводным УЗО. Сюда его поставлю пока. И это правильно. Закрывать глаза на электробезопасность в своем доме, а также на требования ПОЭ, пункт 7.1.71, я считаю неправильным и даже опасным. Прошу обратить внимание, что это металлический щит новой серии от компании EEC. Щит наружной установки на 24 модуля серии ПРО. О преимуществах и недостатках данной серии, данного щита, я расскажу вам в самое ближайшее время. Так что подписывайтесь на канал Заметки Электрика, чтобы не пропустить новые выпуски. Сейчас схема выглядит следующим образом. Счетчик электрической энергии. С вводного автомата на счетчик приходит фаза. Затем фаза уходит на верхнюю клемму вводного автомата, 40 А. Далее фаза с вводного автомата уходит на отходящие автоматы, которые соединены между собой с помощью гребенчатой шины. Ну, с помощью гребенки. Ноль приходит также с вводного кабеля или с вводного автомата и уходит на нулевую шину. Вот такой вид сейчас схемы. Данную схему нам необходимо установить и подключить в одно узо. В таком случае вводного узо подключается сразу же после вводного автомата, а уже после него будут подключены групповые автоматы на отходящие линии. Там розетки, освещение, теплый пол и прочее электрооборудование. Выглядеть это будет следующим образом. Вводное узо подключил. Что изменилось в схеме? Ну, давайте так же пробежимся. Фаза с вводного автомата приходит на счетчик электрической энергии однофазный. С него фаза уходит на также на вводной автомат, как и было. С вводного автомата фаза уходит на клемму 1 узо, нашего вводного узо. То есть у узо есть необходимо соблюдать полярность. То есть 1, 2 это подключение фазы и N маркировка это подключение нуля. С узо фаза уходит на гребенку, на наши 5 отходящих автоматов. Ну и здесь изменения небольшие. Ноль приходит с вводного автомата на счетчик. Со счетчика уходит сначала на верхнюю клемму узо, а с узо уходит на нулевую шину, куда будут подключены нулевые проводники отходящих кабелей. Ну, соответственно, сюда будут подключаться отходящие автоматы, будут подключаться фазные проводники отходящих кабелей. Рекомендую вам ознакомиться с моим видео про распространенные ошибки, возникающие при подключении узо и дифавтоматов. Ссылочку на данное видео я размещу в описании под видео. Напомню, что номинальный ток вводного узо должен быть на одну ступень выше, чем номинальный ток вводного автоматического выключателя. То есть нам необходимо установить узо с номинальным током не менее 50 А и током утечки 30 мА. Таким образом, вводное узо у нас будет защищено от перегруза, ну или сверхтока, как и требует от нас ПУА. Приведу стандартный ряд номинальных токов узо. Это 16 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63 А, 80 А и 100 А. Напомню, что номинальный ток отображается, номинальный ток узо отображается на его лицевой стороне корпуса. Ну вот написано, 50 А. Вводной автомат у нас имеет номинальный ток 40 А с характеристикой С. Зачем нам необходимо защищать узо от перегруза и откуда может возникнуть этот самый перегруз? Да все элементарно. В квартире установлен вводной автомат с номинальным током 40 А, что соответствует выделенной мощности 8,8 кВт. В любое время вы можете включить в сеть приборы с суммарной мощностью, превышающую 8,8 кВт. Возьмем для примера, что потребляемая мощность у вас составила около 10 кВт, что равносильно току 45,4 А. При таком токе, согласно время токовой характеристики срабатывания теплового рассыпителя, наш вводной автомат не отключится в течение целого часа. Все это время через узо будет проходить ток величиной 45,4 А, превышающий его номинальный ток, что может привести к нагреву его токоведущих частей, оплавлению корпуса и в конечном счете выхода его из строя. И вот чтобы избежать подобной ситуации, я вам всегда советую устанавливать узо с номинальным током на одну ступень больше, чем номинальный ток автомата. Но как показывает практика, так и ведущие части узо выполнены с некоторым запасом по перегрузочной способности. Но, тем не менее, я бы не рисковал и соблюдал данные требования. То есть, в принципе, ошибкой не будет, если вы установите при в одном автомате 40 А, узо с номинальным током 40 А. Но я же все же рекомендую устанавливать на одну ступень больше. Давайте сначала приведу стандартный ряд номинальных дифференциальных токов узо, ну или токов утечки. Они бывают на 10 мА, 30 мА, 100 мА и 300 мА. А, и 500 мА. Иногда эти значения могут отображаться не в мА, как вот в данном случае здесь видите, мА, а в амперах. Тогда стандартный ряд будет выглядеть следующим образом. 0,01 А, 0,03 А, 0,1 А, 0,3 А и 0,5 А. Номинальный дифференциальный ток узо отображается также на лицевой стороне его корпуса. Вот оно, 30 мА. Если у вас вводной автоматический выключатель имеет номинальный ток до 40 А включительно, то в вводное узо можно устанавливать с током утечки 30 мА. Если же номинал вводного автомата больше 50 А, то, скорее всего, узо придется устанавливать с током утечки 100 мА. Дело в том, что все зависит от общей фоновой естественной утечки в линиях электропроводки. Поэтому считается, что чем больше ток нагрузки, тем больше фоновая утечка. А значит, чтобы избежать ложных срабатываний узо, приходится завышать его ток утечки с 30 мА до 100. Согласно ПУЭ, пункт 7.1.83, существует норма по суммарной фоновой утечке, которая должна быть не больше 1,3 от номинального тока утечки узо. То есть, если у нас вот уставка по току утечки составляет 30 мА, то значит, нормальный фоновый ток утечки должен быть не больше 10 мА. Теперь фоновую утечку можно либо измерить, а для этого у меня в лаборатории имеется специальный прибор МРП-200, с помощью которого можно измерить фоновый ток утечки. Вообще, этот прибор предназначен для измерения, для проверки срабатывания узо и измерения времени срабатывания узо. Но также с помощью него можно и измерить фоновый ток утечки. О приборе МРП-200 у меня имеется отдельное и очень подробное видео с примерами проверок узо различных производителей. Поэтому, кому интересно, в описании под видео я оставлю ссылочку на то видео. Второй вариант – это рассчитать фоновый ток утечки, который составляет 0,4 мА на 1 А тока нагрузки или 10 мА на 1 м длины фазного проводника. Чтобы вам не вникать во все эти расчеты, я составил специальную таблицу с рекомендуемыми уставками дифференциального тока в зависимости от тока нагрузки. Как видите по таблице, при номинальном токе нагрузки в 40 А рекомендуется устанавливать узо с током утечки 30 мА. В скобочках указано значение 100 мА, но это для случаев плохой со старой ветхой электропроводкой. Но, если у вас электропроводка не старая, не высохшая и не ветхая и выполнена качественными кабелями и проводами, то даже при относительно больших токах нагрузки фоновая утечка будет минимальной. Поэтому при номинальном токе в одного автомата 50 и 63 А можно смело устанавливать в одно узо с током утечки 30 мА. Да, кстати, забыл уточнить, что мы рассматриваем установку узо с целью защиты человека от поражения электрическим током и защиты линий от появления утечек вследствие старения, ухудшения изоляции и прочих на нее воздействий. Рассмотрим вариант, когда нам нужно с помощью узо защитить не все линии, а только одну отходящую, групповую. Для этого в одной из групповых линий нам необходимо установить узо. Предположим, что это будет линия освещения балкона, например. Узо будем устанавливать после автоматического выключателя этой линии, у которого номинальный ток 10 А, характеристика B. Согласно выше приведенным требованиям ПОЭ, по защите узо от перегруза нам необходимо установить узо с номинальным током 16 А или 25 А и током утечки 30 мА, но ничего страшного не будет, если вы установите узо с номинальным током 40 или 50 А, как в моем случае. В этой схеме также со счетчика фаза уходит сначала на водной автомат. С водного автомата уходит на гребенку отходящих автоматов. Далее, с первого автомата, откуда у нас, в линии которой у нас будет установлено узо, вот он, фазный проводник идет на первую клемму узо, и затем уже сюда будет подключаться фазный проводник нагрузки. Ноль со счетчика будут уходить на нулевую шину, нули всех отходящих линий, кроме первой, будут подключаться на нулевую шину, а ноль первой группы освещения балкона будут подключаться не на нулевую шину, а на нулевую клемму нашего узо. Если же подобным образом защищать каждую линию с помощью узо, то при их большом количестве выйдет достаточно дорогим удовольствием. Поэтому существует еще один вариант, который мы сейчас и рассмотрим. Вот у нас в щите установлен в одной автомат, и также пять отходящих автоматов. Для примера, ну, я разделил их на две группы. Два автомата в одной группе, и три автомата во второй группе. Линии первой группы у нас не будут защищены с помощью узо. Вот линии второй группы, вот три автомата, будут защищены одним общим узо. Быстренько пробегусь по схеме подключения. В общем, фаза со счетчика уходит на верхнюю клемму водного автомата. С водного автомата один проводник у нас уходит на шину-гребенку вот этих двух автоматов. Вот, то есть, вот это первая группа автоматов у нас. Далее, с нижней клеммы водного автомата второй проводник уходит на первую клемму вот этого нашего группового узо для вот этой группы. Далее, с него фаза уходит на гребенку вот этой группы отходящих автоматов. По нулям, ноль со счетчиков уходит на общую нулевую шину. Входящий ноль узо также берется с общей нулевой шины. Нагрузки вот этой группы подключаются, фазы подключаются на автоматы, нули подключаются на нулевую шину. Здесь вторая группа, фазы второй группы также подключаются на отходящие автоматы. А ноль этой группы, нули этой группы подключаются на клемму узо. Ну, представьте себе, здесь три кабеля и три проводника подключать на клемму узо. Во-первых, это запрещено правилами более двух проводников. И, во-вторых, это просто даже неудобно. Поэтому обычно в таком случае здесь устанавливается дополнительная шина N1. Это общая шина N. Здесь будет установлена шина N1, которая будет соединена проводником от нашего узо на эту шину. А уже к этой шине будут подключаться кабели вот этой группы автоматов. Как выбрать номинальный ток узо в таком случае? Многие электрики начинают рассчитывать суммарный номинальный ток отходящих автоматов. Предположим, что у нас здесь установлено 4 автомата. 6, 10, 10 и 16 А. Таким образом, нужно установить узо с номинальным током более 42 А. И дополнительно учесть небольшой запас в случае перегруза. Для этого вполне подойдет узо с номинальным током 50 А. Верно? Верно. А если в один ряд у нас установлены отходящих автоматов с общим суммарным номинальным током, например, 119 А. Это 10, 10, 10, 16, 16, 16, 25, 16. Что делать в этом случае? Устанавливать узо на 140 или на 150 А, которых даже нет в природе? Вот что я вам скажу. Не нужно заморачиваться и рассчитывать суммы номинальных токов отходящих автоматов. Так как их может быть от нескольких штук, как вот в данном случае, до нескольких десятков. Все гораздо проще. Номинальный ток узо выбирается не по сумме номинальных токов автоматов на отходящих линиях, а на одну ступень больше, чем номинал в одного автомата. Все получается логично и правильно. Ведь в любом случае, ток через узо не будет превышать ток, проходящий через водной автомат. И вот в нашем случае установлен 16, 25 и 32 А. Общий ток составляет 73 А, что нам как бы предполагает установить сюда узо на 80 или вовсе 100 А. Но это неправильно. Достаточно здесь будет установить узо на 50 А, который на одну ступень выше, чем номинальный ток в одного автомата 40 А. В настоящее время это один из распространенных способов подключения узо. Так как он более экономный, но в то же время в полном объеме соответствует требованиям электробезопасности. Ну вот для примера еще вам покажу щит, который я как раз в данное время занимаюсь его сборкой. Здесь у нас будет устанавливаться счетчик электрической энергии. Это у нас многофункциональное устройство RF302. О нем я отдельно сниму видео. Ну это индикатор у нас напряжения и тока, вольт-амперметр. О нем у меня есть отдельное видео. Ссылочку я прикреплю в описании под видео. Ну и сама суть какая. Здесь всего установлено 30 автоматических выключателей отходящих линий. Каждые, каждые 10 автоматов, то есть 30 автоматов разбиты на 3 группы. Здесь 10, 10 и здесь 10. Каждая группа 10 автоматов защищена одним узо. Это у нас узо на эту, эти отходящие автоматы. И третий узо на третью группу отходящих автоматов. Каждое узо у нас установлено на 40 ампер в данном случае. Все узо с током утечки 30 миллиампер. Так как в одной автомат имеет номинал 32 ампера. То есть независимо от суммы, общей суммы вот каждой группы, узо взято по номиналу в одного автомата, то есть на ступень выше. Как я уже вам говорил. Вполне экономичный и целесообразный вариант такого исполнения. Причем, который полностью соответствует требованиям ПУА и электробезопасности. Про частные случаи подключения узо, а также какие-то нестандартные решения, я расскажу вам уже в отдельных видео. Если вы не хотите заморачиваться вопросами, куда и каким номиналом установить узо, то вы всегда можете вместо пары автомат плюс узо применить дифференциальные автоматы с соответствующими параметрами. На этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому что-то непонятно, пишите в комментариях. По мере свободного времени я обязательно вам отвечу. И как всегда, с вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok